Вопросы о субъекте Вопросы о Боге мы оставляем Потому что это вопрос связан с богословием Вопросы о мире как целом Он как бы отпадает То, что в каком-то отношении и физика сейчас занимается этим Как произошел мир как целое Так вот в том-то и дело Там, где она доходит до этого Она как физика-то заканчивается Ты так считаешь? Конечно Все осуждения уже, которые там возникают Ну, нет, ну как бы Она может говорить про там Про Вселенную Про там большой взрыв Еще что-то Но все равно она никогда не скажет про начало мира В чем причины И так далее Она не скажет Ну и скажем так И все эти утверждения, которые в ней присутствуют Относительно мира как целого Там замкнут он или открытый Конечный он или бесконечный Они носят точно такой же метафизический характер Это как бы некие метафизические положения Которые просто лежат на ее основании Это надо признать Хорошо, а вопрос о субъекте Может ли психология полностью этот вопрос закрыть? Или все-таки так остается у нее философская основа? Значит, теперь психология Точно так же, как в основании ее Хочет она того или нет Лежит какой-то метафизм Понятие какие-то субъекты, объекты Она иначе работать бы не смогла Если бы каким-то образом Для себя Может быть даже, кстати, в большей степени Бессознательно Не приняла определенные Правила игры Мне просто, например, взять и опять же Вспоминать философию Хайдеггера Можно ли сказать, что Хайдеггер как раз Проводит такую границу Что он говорит, что всякий разговор о сущем Это и есть разговор наук частных И только разговор о бытии, собственно, философских Ну, похоже как бы Вот это, мне кажется, о субъекте Очень-очень похоже Потому что Все это уже как бы отдано на откуп частных наук Потому что вот мы, допустим, эпистемологически Вот эти вопросы разбирали Это ведь вопросы, которые там Ну, в том числе возникают Из как бы проблем Да, вот эти вот познания Из опыта, там, работы наук Но они как бы Их решают практически, да Никакого теоретического рассмотрения нет А теоретическая проблема-то в чем? А именно в статусе бытия Вот этих теорий, которые есть, да В статусе бытия логики То есть, ну, в том, как она бытиствует Как бытиствуют эти утверждения Как соотносится, как бы, бытие вот этих эмпирических объектов, да Того, что в лаборатории произошло И бытие закона, да Который сформулировал теоретик Как вот это? И это сугубо вопрос бытия Мы обсуждали этику и там И вот эти вот И общество, да И Грегоры, там И бытие человека Как атома Или как сообщество Это опять же вопрос бытия Не, ну, правильно Только не получается ли так Что, типа, единственный вопрос Теперь, который остался открытым для метафизики Это вопрос о бытии Который, в принципе, является поприщем философии как таковой И поэтому, согласно Хайдегеру Любая философия Она будет вот некого рода феноменологической онтологией Ну, получается, что это очень похоже, да Потому что, действительно, я там Я склонен так Про то, что вопрос о субъекте Еще вроде как остался Потому что Ты хотел найти какой-то предмет Какое-то сущее Да, потому что вроде как Психология занимается субъектом Только со стороны Тому что Беряют как объект Некоторого рода Но, видишь Так вот, в том-то и дело Она берет только Но субъект Это же не сущая Это способ бытия Что субъект делает субъектом Его способ бытия А не то, что он какая-то сущность Ты субъект Я субъект Но, как бы То, что в нас субъект Субъектного Это способ бытия наш А не То задержательная определенность Которую, как бы Спокойно могут исследовать все науки Все равно Как вот было четыре вопроса заявленные Так и не остались Ко-то твоему, да То есть они Никуда не делись И как бы Хотя Хайдегер Он претендует на то, что остался один вопрос Я считаю, что это как раз Вопросы такие Случайные Нет, но это не случайные вопросы Это на самом деле Нет, но случайные В том плане, что Они, конечно, не случайные Но действительно Они все-таки больше Их может быть больше Их может быть меньше Нет, ну все Смотри, откуда здесь берется Что Эти вопросы Они являются Какими-то Своего рода предельными Что такое мир сам Как целый Это никакого предельное Некоторое обобщение Что такое абсолют бог Это никакого предельные вещи Он связан с трансценденцией С имманенцией С представлением о том Что бог в трансценденте На вере имманенте Что такое вопрос о субъекте Это тоже фундаментальный вопрос О том, что такое человек И прочее И вопрос, соответственно Не только Кстати, вопрос о субъекте Связан также с абсолютом Потому что абсолют тоже Своего рода некий абсолютный субъект И соответственно Только вопрос о бытии Действительно Никем не исследуется Потому что это нечто Несодержательное Все, что касается Некоторого содержания Какие-то частные Конкретные науки Они взяли И пытаются исследовать Только возможно Они исследуют его Не с той стороны С какой-то Какой его исследует Философия Философия их исследует Эти вопросы С другой стороны Я вот не очень понимаю Что значит Исследовать философию Мир как цел Сейчас такой вопрос Просто уже не стоит Потому что сейчас Никто не пытается Систему строить Философию Это раньше было важно Систему философии Выстроить И в частности Ответить на вопрос Что такое мир как целый Не, ну подожди Но вот Имманитен мир Или трансцендентен Это ответ на вопрос Каков мир как целый Как раз Вот мы сегодня Об этом Пол как бы встречи Говорим Вот Хайдеггер Замыкает Как бы мир В такую монетность И он делает его Как бы миром Миром как целый Вот Ну а допустим У Канта Да Этот мир как целый Предстает Как такая вот Как бы Разорванная Как бы Разорванная структура То есть надо признать Что все эти вопросы Какой-то Что если и есть Некоторого рода Параллели Пересечения С частными науками То все равно Философии остаются Эти проблемы Да? Именно Да нет Собственная философская сторона Эти проблемы Более того Надо признать Все-таки Как бы Как и там Что и классическая Немецкая Вот эта школа Была права В том плане Когда считала Что философия царится Ну была права Потому что Вот допустим Ну не знаю Взять какую-нибудь биологию Да? Ну вот откуда Она Какими биологическими Средствиями Она сможет определить Свой предмет Предмет допустим Ей не надо определять Она в содержательности Находится И двигается В содержательности В монетности Своей содержательности И все Ну трудно сказать Зачем ей нужна Вот эта рефлексия О том Какой у нее статус Что она Нет Ну так или иначе Но она же Как бы Понимаешь В чем дело Ну она может Как бы Двигаться Так неосознанно Но все равно Мы-то понимаем Доглядя со стороны На биологию И рядом Не знаю Химию Мы понимаем Что Ну не знаю Или что-нибудь еще Вот мы понимаем Что То что Отличает Как бы Одну науку От другой Это Там Бытийный статус То есть Способ бытия Ее предмета Да Что Здесь живое Как бы А там Неживое Вот И Наука Ну может быть Ей это не нужно Да Более того Как бы Ты совершенно прав Именно потому Что она забывает И не задается Этими вопросами Она и способна Всевозможным Успехом И так далее В этом забвении Кроется Как бы Ключ к успеху Но Вот Но при этом Если вдруг Такой вопрос Задать Конечно Она никогда Не сможет Ответить на него Потому что Она как бы Не имеет Своего инструментария Она только Сущим Работает Ни каком Способ Бытия Она не знает И не узнает Вот Правильно И поэтому Она и не задается Этим вопросом И вопрошение Для нее Просто не нужно Испислено Это понятно Да Но Это вопрошение Остается Но вопрошение Это есть Мы должны Понимать Что Как вот Этот Как Говорит Что Каким Это Вольный Но Вопросы Определенные Перед разумом Стоят Вот Это Интересно Что Они Есть Да Он Не может О них Ответить Да Он Может быть Путается В них Спотыкается И из Раз В раз В противоречиях Увязает Но От Этого Они Исчезают Вот Это Вопрос А Бытия Я считаю Так Ну Это Все Правильно Да Просто Еще раз Просто К тому Что Философские Вопросы Философия Как у Него Вопросы Изначально Эти Когда-то Были Поставлены Да Просто Они Со временем Были Конкретизированы В каком-то Смысле Как-то Точно Указаны Да И Они На самом деле Видимо Никогда Не будут Разрешены Все Это Вечные Вопросы По которому Воводу Которых Можно Вечно Дискутировать То есть Что такое Философия Это Просто Способ Бытия Дискутирования Этих Вопросов Или Все Так У нас Или Есть Проблемное Поле Внутри Которого Можно Было Двигаться Содержательное Содержательное Поле Нет Ее Отобрали Все Науки Стало 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 Формальное Поле Да То есть Если Я начинаю Заниматься Субъектом То Я В некотором Отношении Занимаюсь Частично Психологией Субъекта Частично Физиологией И прочей Физикой Составляющей Если Я вкладаю В некую Содержательность Не Ну Во-первых Тот же Хайда Считал Почему-то Может быть Ошибочно Что Вопрос Бытия Содержательным Что Можно Какие-то Способы Бытия Рассматривать И так Далее Но Тут Как бы Можно С этим Спорить Можно Соглашаться Но Ясно Одно Что Если Как бы Мы говорим Про то Что Есть Живое А есть Допустим Неживое Есть Сознательное А есть Несознательное И При этом Мы говорим Что Их различие Состоит Не в Определенности Не в Какой-то Сущности А вот Именно В способе Бытия Значит Все-таки Что-то Можно Добавить Мы Когда-то Говорили О Регионировании Бытия Что Есть Регионы Бытия Не так Что Бытие Одно Для Всех Сущих На самом деле Есть Сущие Допустим Неживые Для них Один Смысл Бытия Сущие Растения Другой Смысл Животные Человек Нет Важно Важно Что Регионы Мы На самом деле Когда Высказываем Высказываемся О бытии Чего-то В том Числе Бытии Мысли Есть такая Мысль Говорим Или Есть Кот Или Есть Камень Мы Все-таки Разное Что-то Вкладываем И Задача Философии Это Определенная Герминевтика Может быть В том Числе Определенное Вытягивание Из Нас Того Что Мы Подразумеваем Под этим Всякий Раз То 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 Понимаешь Герминевтика Ещё Она опасна Она опасна Тем Что Все Это Кончится Исследованием Языка Ну Герминевтика Плохое Слово Короче Говоря С Поможение Родом Как Это Было У Сократа То Ты Говоришь Маевтика Да Маевтика Что Короче Говоря Мы Все Эти Различия Так Или Иначе Подразумеваем По факту По праву Мы Всё Это Понимаем Но Это Надо Как-то Высказать Вот И Как бы Ну Видимо По Возможности Как-то Систем Понимаешь Когда Я Просто С реагированием Бытия Когда Я Пытался Высказать Что Есть Бытие Один Бытие Два Бытие Три И Соответственно Не знаю Небытие Одно Для Всех Или Небытие У каждого Бытия Своё небытие Своё ничто Это Уже Неважно Я Не понимаю Что Ещё Можете Сказать Кроме Того Что Понимаешь Бытие Тем Оно Странно Что Поскольку Оно Противостоит Содержательности То И сказать Для нём Ничего Нельзя А Если Ты Пытаешься Как я Говорю Допустим Орегионировать Бытие И Там Вроде Как Появляется Некая Содержательность То Я В одном Диалоге Вдруг Обнаружил Что Человек Сначала Признаёт Регионированность А потом Как бы Указывают Что Типа Нет 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 Как бы Бытие Формально И Значит Схлопывает Все виды Бытия К одному Бытию Потому что С одной Стороны Действительно Когда Мы пытаемся Регионировать Бытие Мы Некую Содержательность Переносим Так же И на Бытие А Бытие Изначально Оно И Вроде Как Отрицает Содержательность Потому что Там Единственное Смысл И вот Только Практика Этого Хайдегера За Так и Назвался Антологизация Антического То что Как бы Относится К плану Сущего Туда В Антологию Впихивается И там Как бы Укореняется Хотя Как бы К этому Отношения Не имеет Взяли Те же Допустим Настроение Помнишь Настроенность Настроение То что Мы Психологически Обычно Считаем Окраской Нашего Восприятия Окраской Вот Нет Он Вонто 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 Опускает Как Нечто Что Всякий раз Когда мы К чему-то Относимся Мы Настроенно Определенным Образом Относимся Раз Как бы Это Называется Антологизация Этическая Может быть Он прав Так это Единственный Способ Делать Содержательное Да А иначе О бытии Ничего Нельзя сказать Что Оно есть И все Бытия есть И бытия нет Контрабандное Содержание Выхватывать Из Сущего Да И как Ты говоришь Там Более Еще и Аккуратно Делается Говорится Что Этих Различий В сущем Не могло Быть Если бы Они Не были Проведены В бытии Определенным Образом Не были Настроены То Откуда Там Эта Окраска Взялась Ну Как Была 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 Отношение Как Отношение С другой Стороны Всякий Раз Когда Мы Указываем На То Что Бытие Допустим Камня Бытие Человека С точки Зрения Существования Одно И то Бытие Немного Странно Хотелось Бы Все Так Это Как Различать Различать Это Можно Только Содержательное И Вот Какой-то Замкнутый Круг Либо Мы Действительно Тогда Вместе С Соглашаемся Что Можно Бытию Придать Такую Окраску Содержательную И Бытие Мысли Опять же Полтора Да Бытие Мысли Опять же Вот Есть Бытие Мы Говорили О Реальном И Идеальном Что Такое Бытие Мысли Либо Бытие Оно И И И И И И И Существовать И Нельзя Говорить О том Что Есть Способы Существования Если Есть Способы Существования Значит И Бытие Разное Либо Бытие Одно Либо Есть Способы Бытия Тогда На Бытие Переходит Содержательность И Тогда Само Бытие Становится Чем-то Как Бот Только Иным Видом Сущего То есть Иным Видом Некого Рода Содержательности И Тогда По Этому Поводу Может Опять Существовать Некая Содержательная Наука Как бы Ее Назвать Антология Или Прочее То есть Философия Должна Получается Как бы Она Понимаешь Выдумает Сначала Свой Предмет Который Она Должна Исследовать А Выдумала Свой Предмет Может Так Получиться Что Она Придумает Просто Еще Частную Науку Которая Потом Даст Ей Новую Жизнь И Опять Останется Со Своими Вопросами Пустыми И Что Дальше Делать Опять Обсуждать По Кругу Ходить Или Опять Выдумать Новый Предмет Для Того Чтобы Ему Дать Жизнь Нет Главное Что Еще Раз Во Всех Этих Науках Все Эти Вопросы Философки Они Остро Стоят Более Того Даже Иногда На их Основании Происходят Какие-то Подвижки Те же Революции Физики Там же Философское Содержание Тоже Есть В этих Революциях Существенное Уж Не знаю Как Любят Эти Философы Которые Преподают На физическом Факультете Всячески Вещать Про Революстическую Силу Философских Теорий В это Я Наверное Не верю Да Вот Но Но И В свою Очередь Как Бы И Как Революции В науках Они Как Бы Может Быть Я На самом деле Занимаюсь Философией Если Уже Говорить Конкретно Мне Как То Все Равно Занимаюсь Лично Философией Отдельные Этапы Я Занимаюсь Психологией Отдельные Этапы Я Занимаюсь Какой Частной Другой Как То Если Постоянно Каждый раз Думать Что Я Покину Границы Философии Занялся Чем То Другим То Я Боюсь Что Тогда Вообще Никакого Поля Деятельности Не Будет Пытаться Соблюдать Чистоту Философских Проблем Это По-моему Глупость По-моему Надо Просто Заниматься Тем Что Нравится А Кто Это Предлагает Здесь Фактически Когда Мы Пытаемся Очередить Предмет Философии Чистой Так Вот Это Ты Все Рем Предмет А Я Как раз Говорю Про То Что Философия Это Не Предмет А Ну Как Барак Взгляда Вот Он Возникает И Внутри Физики Я Тоже С 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 Невозможно Сформулировать Просто Есть Некое Интуитивное Понимание В чем Состоит Философский Ну Я Думаю Что Можно Попробовать Все Так Можно Ну Так Вот Пробуя Сформулировать Четыре Объекта Четыре Проблемы Вот Кан Допустим Формулировал Он Говорил Что Это Как Б Попытка Не Эпирические Синтетические Суждения Формулировать Вот Это Философия Метафизика Состоит Я говорю Четыре Проблемы Четыре Объекта Как Был Я уже Расскал Субъект Абсолют Мир Как Целое И Бытие Не Важно Конкретно Это Предметы Как Это Некие Ориентиры Чем Занимается Философия Субъектом Как Субъектом Абсолютом То есть Это Предельного Рода Сущим Из которого Все Это Занимается Миром Как Целое И Бытием Этикой Занимаешься Допустим Правильно Ну Можешь Было Предположить Что Этика Это Некая Частная Наука Ну Нет Даже Такого И Не Будет Вот Этого Да Не Будет Если Ее Разработать Как Она Может Наук Это Нет Она Может Стать Как Нибудь Частную Науку Почему Нет Если Можно Будет Мудриться Ее Разработать Может Быть Она Просто Недостаточно Разработан И Будет Тоже Обыкновенная Частная Наука Ну Что Ну Скажем Так Психологии Что-то Подобное Есть Поведение Животных Этология Наука Она Всегда Вещает О том Как Есть Фактически Факты Как Есть По Факту Она Никогда Не Будет Оперировать Каким Долженствованием А Этика Все Так Несмотря На То Что Мы Отвергаем Кантовскую Этику Конкретную Она Все Так Побудительно Понимаешь Поведительно Даже В чем То Ты Считаешь Что Еще Этику Можно Добавить Я Просто Считаю Что Этика Относится К философии Но Все Так Не Сугубо Философская Проблема Нет Я Просто Говорю О том Что Мне Кажется Предмета То Нет Это Определенный Как Ракурс То Точно Так На Взаимоотношения Людей Можно Смотреть Социологически Можно Экономически Смотреть И Выстраивать Какие-то Закономерности А Это Определенный Ракурс Когда Мы Смотрим И Спрашиваем А как Оно Должно Быть А в Чем Истина Вот Ну Единственное Что Можно Обобщить Весь Разговор Что Если Говорить О Конкретных Исследованиях То Лучше Этим Вопросом Не Задаваться Потому Что Я Одно Время Пытался Как Бо Найти Сугубо Философскую Проблематику И От Того Что У меня Получалось Я Попал Только В Отчаяние Что Получается Что Никакой Такой Проблематики Нет Кроме Бытия А Бытие Содержания Не Имеет Это Все Можно Ну Есть Вопрос О Бытии Все Что Остальное Мы Сегодня Попытались Какое То Время Может Быть И Безуспешно Но По Крайней Мере Мы Озвучили Какие Проблемы Поговорить Про Бытие Монсили И Бытие Логическое Мы Как Занимались Сугубо Философской Вещей С Моей Точкой Когда Ты Стал Говорить Про Этипу Добра Про Общество И так Далее Я Тоже В шутку Это Говорил Но На самом Деле На половину Серьез Что Давай Поговорим В связи С этим О собственном Философском И Сразу На Вопросы Бытия Антологии Что Один Субъект Или Общество Как Субъект Или Народ Или Бог Или Мир В целом Короче Говоря Собственным Философским Темам И Переходи Как Они Напоминаются Так Что Я Считаю Бытие Но Еще Есть Вопрос О понятии Что Такое Понятие Как Понятие Да Нет Ну Это Сочи Так Что Спрашиваете О понятии Ты Не О содержании Спрашиваешь У Каждого Понятия Есть Сво А Вот В Статус Бытия Опять же Как Оно Что Понятие Дел И его Содержание Да Есть Понятие Стул Не знаю Есть Понятие Причины Есть Понятие Что Бытие Надо Исследовать Не Со Стороны Того Что Есть А Со Стороны Как Б Что Много Что Есть Да И Оно Все По Разному Есть Понятие По Своему Даже Понятие По Другому Нежели Чем Логика Как То Существует Не Говоря Уж Про То Что По Другому Нежели Чем Вещь Ты хочешь Кажется Что Любой Вопрос Науки Можно Поставить Со Стороны Философии И Исходить С того Как Она Есть Да Ну Практически Любой Да Я бы Так Сказал В основании Любой Науки Лежит Такой Вопрос То Они Разграничиваются Их Водоразделы Между Науками Проходят По В основном По Линии Вот Этих Вопрос Наука Не Особо Так Задается Эти Вопрос Что Отличает Психологию От Социологии Наш Сегодняшний Разговор С которым Мы Начинали Понимаешь Общество И Человек Кто В каком Отношении Должен быть Психологи Считают Что На основании Работ Должны Социологи Строить Свои Закономия Социологи Плевать Хотели Свои Законы Открывают И говорят Что Они Из Психологии Не Вытекают И В этом Плане Они Вроде Как Поддерживают Наш Разговор Про То Что Социум Является Первой Причиной Беологи Исследуют Свою Жизнь Но До Общества Не Доходят Не Все Так Плохо Как Кажется Потому Что Если Любой Вопрос Можно Переформулировать Философски Но Не Любой Но Не Любой Но Вопрос Может Быть Любой Но Я имею Любую Проблему Содержательную Более Менее То Можно Всегда Найти Философскую Сторон Вопрос Задаться Вопрос Самобытии Ну Не Знаю Ну Я Не Скажу Всегда Поним Что Если Будет Вопрос Симметрично Такое Пространство Или Симметрично Относительно Того-то И того-то Но Глупость Издаваться Философский Вопрос Вот Эта Проблема Решается В рамках Внутри Философских Вопросов Не так Много Но Они В основном Касаются Того Что Вот Сущее Которое В мире Есть Оно Как бы Не Как это Неоднородно То есть Это Не просто Вещи Это Как бы Есть Какие-то Понятия Мысли Вот Как Игорь Любил Там Говорить Что Рядом С деревом Стоит Понятие Дерева Вот Оно В каком-то Смысле Так и Стоит Да Но В нашем Опыте Как В нашем Мире Вот Все Это Намешано И Математические Какие-то Объекты Которые По своему Способу Бытия Отличаются И от Мысли Да В чем-то И от Как бы Вещи Вот И от Понятия И Вот Это Вот Калейдоскоп Это Разнообразие Способов Дается Держательность Для Философской Конкретной Работы Которую Так Никто И не Ведет Ну да Потому что В основном Все заканчивается Тем Что Есть Как бы Временный Способ Бытия Есть Вневременный Понимаешь Все Вот Ну там Пространственные Непространственные Так Тоже Можно добавить Но В основном Это Несущественно Вот И Еще На этом Так Мало Продолжение следует